Жители пяти селок Тюбинской области отравились природным газом. В больницу с жалобами на головокружение рвота обратились 8 человек. Причиной ЧП могло стать вещество одорант, которое добавляют в систему после возобновления подачи голубого топлива. Сейчас на месте работают специалисты. И из региона передают Лайла Уесова. Жители пяти аулов в Тимирском районе пережили настоящую газовую атаку. В селах Кинькиак, Сарколь, Шубарше, Купай и Кумсай люди стали массово жаловаться на резкий запах газа, который преследовал их повсюду. В домах, подъездах и даже на улице. Некоторым пришлось вызывать скорую помощь. Мы не можем заснуть. В масках сидим на улице. Запах газа невыносимый. Сколько можно нас травить? У всех голова болит и приступы. Как выяснилось накануне, сельчан предупредили, что подачу голубого топлива приостановят до вечера из-за проведения ремонтных работ на газораспределительной станции. После того, как подачу возобновили, стали поступать жалобы на резкий запах газа. Специалисты тех газа обошли дома, но версию с утечкой сразу отклонили. Транспортировкой голубого топлива и техническим обслуживанием газопровода в Тимирском районе занимается частная компания. Специалисты выехали на место, был сильный запах газа. Хочу сказать, сам метан, газ, который мы употребляем, он не имеет запаха. Для обнаружения утечек газа, ну или таких случаев, добавляют этилмеркаптан, это аддорант, придает запах. Он такой запахом тухлых яиц и так далее. Специально, чтобы обнаружить утечка газа. Ну, скорее всего, это было превышение, да. Превышение норм. В итоге с отравлением в больницу попали 8 человек, в том числе беременная женщина и дети от 5 до 11 лет. Сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Жалобы при поступлении головные боли, головокружение, тошнота. При осмотре, после осмотра четверо пациентов были отпущены домой, четверо были взяты на динамическое наблюдение. Сегодня утром остальных пострадавших выписали из больницы. К разбирательствам подключились экологи. По словам жителей Кинкьяка, их не в первый раз травят газом. Подобный случай произошел несколько лет назад, когда из-за газовой атаки людям пришлось переехать к родственникам в городе. Сейчас обстановка во всех пяти аулах Тимирского района стабилизировалась. Дома сельчан подали газ и он без запаха. Однако кто понесет ответственность за случившееся, представители компании сказать затруднились. Но жители Кинкьяка оставлять просто так все это не намерены. И теперь требуют переселить их в другое место из-за неблагоприятной экологической обстановки. Лейла Ойсова, Жумар Тадыберьенов, телеканал ТК-42, Октюбинская область.